Вы вот свое добро, добро своей души бескорыстно отдаете людям. Пусть оно к вам вернется. Оно вернется тоже добром. Оно вернется здоровьем. Оно вернется благополучием в доме. Спасибо вам. В добрый путь. Если бы сейчас на дворе стояла осень 41-го, наверное, именно так отправляли бы на фронт комсомольцев-добровольцев. Эта война с убийственным вирусом с каждым днем все суровей, потерь все больше. Восхищение, гордость и даже едва скрываемые слезы благодарности. Для каждого из этих молодых ребят наступает новый этап в жизни. Пожалуй, без иронии, самый ответственный. Помогать больным с коронавирусом. У каждого из них свой мотив, своя житейская история. Еще есть такой небольшой личный аспект. Я ходил на прием к врачу и сказал, что то, что нужно, это оперативное вмешательство. И, естественно, оперативное вмешательство у нас, как больница, как бы профессионал считается, сказали, что нужно там делать операцию, но ввиду того, что очень загружено все, и даже не хватает анестезиологов, чтобы провести оперативное вмешательство, нужно будет немножко повременить. Вот я понял то, что вообще ждать невозможно, да, как бы нужно обязательно, чем могу, чем и должен помочь. Такое чувство вот, сейчас находились на встрече, как будто нас отправляют на фронт, но действительно так оно и есть, да, сейчас это самая главная зона ответственности, которую мы все вместе должны побороть. Уже точно известно, что это будет непередовая, так называемая красная зона, но работа их ждет не менее ответственная. Впрочем, вирус никуда не исчезает, эти ребята к нему будут намного ближе, чем кажется. Добровольцы, которые откликнулись на оказание помощи медицинскому персоналу, Рязанскую КБ, будут помогать в хозяйственных и бытовых вопросах. То есть выполнять те функции, да, и те поручения, которые не связаны непосредственно с медицинской деятельностью, но позволят облегчить функционал врачей и медсестер. Технически группа из 15 добровольцев заступит на пост 31 ноября. Они сменят своих коллег, пионеров этого благотворительного проекта. И за ними теперь будет наблюдать вся Рязань. Максим Васильев, Михаил Лазубкин, телекомпания «Город».